Считается, что 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. Такова официальная версия, известная каждому школьнику. Но на самом деле вот уже 60 лет, в 2021 как раз круглая дата, не утихают споры вокруг этого факта. Действительно ли Юрий Гагарин был первым космонавтом? Или он был первым, кому удалось выжить в результате многочисленных экспериментов? Или он вообще не был в космосе, а просто был назначен на роль первого космонавта советским правительством? Дело в том, что во всей этой истории огромное количество нестыковок. А учитывая, что все возможные архивы касательно советской космической программы закрыты наглухо, то это не только рождает еще больше вопросов, но и вызывает совершенно естественное недоверие к официальной версии первого полета человека в космос, доказательств которому, как ни странно, нет. Ну что ж, давайте разбираться. Думаю, что логичнее всего начать с признания общеизвестного факта. Советская пропаганда никогда не отличалась достоверностью. Советы врали всегда, а сегодня данную традицию с успехом продолжает и Россия. Это объективная реальность. Абсолютно вся российская историография от древних времен и до наших дней пронизана ложью. На тотальном вранье продолжает строиться и современная политика Москвы. А что уже говорить об относительно недавних временах напряженного соперничества в области освоения космоса между СССР и США в период с 1957 по 1988 годы. Космическая гонка представляла собой технологическое и идеологическое противостояние между странами. Советский Союз не жалел ни сил, ни средств, ни человеческих жизней для того, чтобы всеми способами доказать превосходство социалистического строя над загнивающим Западом. А это значит, что важнейшей частью противоборства была пропаганда. Первый спутник был запущен исключительно для этой цели. Советы настолько стремились быть первыми, что сжигали в неудачных попытках запуска ракету за ракетой, пока 4 октября 1957 года у них, наконец, не вышло. Однако спутник ПС-1 не содержал ничего, кроме батарей и радиопередатчика, посылающего однотипный сигнал. Никакой научной аппаратуры на нем не было вообще. Тем не менее, пропагандистский шум и шок в мире был очень велик. На то и рассчитывали. Через месяц, 3 ноября 1957 года, был запущен второй спутник, на котором уже была размещена измерительная и научная аппаратура, а в отдельной герметической кабине собака Лайка. Это был трагический полет. Сажать искусственные спутники Земли в Союзе тогда еще не умели, и планировали усыпить собаку в конце эксперимента. Однако Лайкина сердце перестала биться значительно раньше. Между тем, советское радио по нескольку раз в день бодро докладывало о прекрасном самочувствии уже погибшего животного. Здесь сразу вспоминается трагедия подводной лодки «Курск» и центральное российское телевидение, целую неделю лгущее о том, что подводники живы. Нравственные ценности и московская власть – это вещи несовместимые. И неважно, о ком идет речь – о собаках в космосе, утонувших подводниках или заблудившихся под Донецком псковских десантниках. В отличие от Советского Союза, засекретившего космическую программу, в том числе из-за многочисленных аварий во время пусков, Соединенные Штаты совершенно открыто и спокойно готовились к полету первого американского астронавта в космос. Старт корабля «Меркурий Редстоун-3» был назначен на 2 мая 1961 года. По всей стране шла шумная рекламная кампания. Американские граждане с восторгом ждали этого события. За планами американцев, естественно, следили и в Кремле. Хрущев рвал и металл. Приказ генсека, дамокловым мечом висевший над Сергеем Королевым, был предельно прост. Самый первый человек в космосе должен быть только советский. Нужно было любой ценой опередить НАСА, что означало идти на любые жертвы, в том числе и человеческие. Стараясь внушить всему миру успешность СССР в покорении космоса, советские конструкторы были вынуждены использовать недоработанные сырые ракеты, которые из-за спешки часто взрывались, унося человеческие жизни. Первый полет человека в космос должен был состояться в декабре 1960 года, как это было предписано секретным постановлением ЦК КПСС и Совета министров. Но из-за масштабнейшей катастрофы на стартовой площадке в Тюратаме, тогда так назывался Байконур, полет к звездам пришлось отложить. Трагедия разыгралась на площадке номер 41 при подготовке к первому пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16, разработанной под руководством Михаила Янгеля. Советские инженеры спешили дать результат к ноябрьским праздникам, что явилось бы поводом для демонстрации могущества социалистической державы. Кроме этого, знаменитая хрущевская Кузькина мать в сторону запада должна была подкрепиться пуском Р-16, о котором хорошо были бы проинформированы Соединенные Штаты. Но в реальности Кузькина мать одним махом накрыла космодром в Тюратаме, унеся жизни, вдумайтесь, 126 человек. Из-за спешки один из двигателей ракеты включился раньше срока, сжигая все в радиусе более 100 метров. Температура в эпицентре достигала 3000 градусов. Произошедшее можно сравнить только с виденным в фильмах катастрофах. Не лишне вспомнить, что октябрь 1960 года вообще был не очень удачен для советского ракетостроения. Катастрофе в Тюратаме предшествовали еще две аварии масштабом поменьше. Поэтому то, что называют первым полетом Юрия Гагарина, состоялось лишь 12 апреля 1961 года, хотя все могло случиться и на несколько месяцев раньше. Но был ли он первым? Итальянское агентство «Континенталь» вскоре после объявления Советским Союзом о полете Гагарина публикует интервью двух радиолюбителей – братьев Юдика Кордилья, которые поведали о том, что с 1957 года зафиксировали несколько трагедий в космосе, поймав радиосигналы погибающих, мольбы о помощи на русском языке, стоны и прерывистый сердечный ритм. Это наделало много шума на Западе. От граждан СССР подобное, конечно же, скрывалось. На нашем Патреоне мы опубликовали одну из этих записей радиоперехвата с подробной расшифровкой текста. Это запись голоса женщины-космонавта, терпящей бедствие предположительно в период с 16 по 23 марта 1961 года, то есть совсем незадолго до официального объявления о полете Гагарина. Послушать радиоперехват можно по ссылке в подсказке, в описании или первом комментарии. 10 ноября 1959 года. В США выходит газета с сенсационным материалом, секретной записью переговоров главного советского конструктора Сергея Королева с космонавтом. «Земля! Давление нормальное!» Через минуту тишины. «Я не слышу вас! Батареи отказали! Кислород! Товарищи, ради бога, что сделать? Что? Я не могу! Вы понимаете? Вы понимаете?» Потом речь космонавта перешла в невнятное обормотание и исчезла совсем. По данным журналиста Аллена Хендерса, космонавт погиб. Его звали Александр Белоконев. В апреле 1961 года газета Daily Worker публикует статью своего московского корреспондента. Он сообщает, «8 апреля на борту космического корабля «Россия» совершил орбитальный полет Владимир Илюшин, летчик-испытатель, сын легендарного авиаконструктора». Именно его, кстати, в книге рекордов Гиннеса за 1964 год укажут как первого космонавта планеты. Венгерский писатель Иствуд Немори написал целую книгу о том, что первым космонавтом был Виктор Илюшин, который совершил три витка вокруг Земли, но утратил при этом связь с наземными службами, в результате чего ему пришлось перейти на ручное управление. В конце концов, космонавт совершил аварийную посадку в Китае, где и был арестован местными властями. Он остался жив, но был в неприглядном виде после этого неудачного приземления, с несколькими переломами, ушибами и ссадинами. Предъявлять миру такого первого советского космонавта было как-то несолидно. Да и возвращать его на родину никто не спешил. Лишь через год Илюшина передали Советскому Союзу по секретному соглашению между странами. Когда изучаешь материалы о первом полете человека в космос, сложнее всего перешагнуть советские пропагандистские штампы. Но если преодолеть этот поток пропаганды, то приходишь к выводу. А ведь нет абсолютно никаких доказательств, что Гагарин был в космосе. Интересно, правда? А вспомните-ка сами, видели ли вы хоть какие-то кадры кинохроники или фотографии, подтверждающие полет Юрия Гагарина в космос? Те кадры, где Гагарин говорит свое знаменитое «Поехали» сняты уже после полета. То есть фильм этот не документальный, а что-то типа художественного. Это давно не секрет. Но почему нет документального фильма о полете Гагарина, где каждый этап этого события был бы надлежащим образом запечатлен? Но странно даже не это. Почему же не было прямой трансляции этого знаменательного события? Ведь в США, например, полет Алана Шепарда 5 мая 1961 года транслировался на весь мир. Любопытно также, что за год до этого в Советском Союзе полностью отсняли полет собак-космонавтов «Белки и Стрелки». Камера находилась и внутри космического корабля. То есть видеофиксация полета животных велась. А первого советского космонавта нет. Странно, не правда ли? Вообще, в СССР было принято снимать на камеру любое, даже вроде бы и не очень значительное событие. Или даже трагическое. Например, сняты на камеру похороны Ленина и Дзержинского. Или парад на Красной площади в 1941. И речь Сталина перед парадом тоже снята, и даже со звуком. В СССР снимали на кинопленку испытания ядерной бомбы и запуски баллистических ракет. Хотя эти фильмы не собирались показывать публике. Однажды даже сняли в цвете ту самую катастрофу на Байконуре, о которой говорилось выше. Она случилась за полгода до полета Гагарина. И на том же космодроме. И вот смотрите, что получается. Катастрофу на пленку сняли. А полет Гагарина такое значительное событие решили не снимать? Да не могло такого быть. Должны были снять. Непременно должны. А раз не сняли, то это объяснить можно только так. Гагарин в космос не летал. Конечно, одного этого факта недостаточно, чтобы утверждать подобное. Может быть, фильм был, но пленка испортилась, техника подвела или еще что-то помешало отснять первый в мире космический полет советского человека. Ну, бывает. На самом деле нет. Но что делать с огромным количеством нестыковок и странностей вокруг этого полета? Ведь за что ни возьмись, всюду факты, противоречащие друг другу. Так, в разных источниках, в сообщениях ТАСС, в статьях, в газетах и журналах, в книге самого Гагарина, нет единой версии о том, как же приземлился космонавт на Землю, внутри спускаемого аппарата или отдельно от него с парашютом. На первой международной конференции 15 апреля 1961-го Гагарин, ко всеобщему удивлению, вместо рассказа о своем полете и о том, что он видел в космосе, прочитал формальную речь, причем сочиненную явно не им. По свидетельствам очевидцев, космонавт вел себя очень неуверенно, страшно боялся сказать что-то не то и все время оглядывался на академика Федорова. Посыпались вопросы от зарубежных журналистов. Гагарин сначала уклончиво отвечал, но потом стал говорить странные вещи. Когда стало исчезать влияние гравитации, я почувствовал себя превосходно. Невесомость не сказывается на работоспособности человека. Кушал так же, как в земных условиях. В условиях невесомости пульс и дыхание были нормальными, самочувствие прекрасное, мышление и работоспособность сохранялись полностью. Тогда на эти слова никто не обратил внимания. Дело в том, что люди еще не знали и не понимали последствий влияния невесомости на организм человека. Очевидно, не знал этого и Гагарин, поэтому говорил откровенные глупости. Проблемы невесомости на самом деле очень серьезные. Например, пульс опускается до отметки 40. Герман Титов, второй советский космонавт, отмечал во время полета ощущение недомогания, головную боль, тошноту и даже рвоту. А Гагарин якобы не только ничего не почувствовал, но и кушал в невесомости, а при посадке даже громко запел любимую песню «Родина слышит, Родина знает». Это цитата из его книги «Абсолютный нонсенс». Спуск корабля оказывается еще более неприятным делом, чем подъем. Корабль начинает вращаться вокруг своей оси. Нарастающие перегрузки прижимают космонавта к креслу и становятся значительнее, чем при взлете. Космонавты называли это стремительное перемещение «голова-ноги». Вертеться, как на карусели, почти 10 минут приятного мало и становится явно не до песен. В целом, в рассказах Гагарина о своем якобы полете присутствует множество ляпов. Так, например, он говорил, что пролетая над СССР, различал пахоту. Это совершенно невозможно, с высоты в 200 километров. Или фраза космонавта о том, что он видел Южную Америку и она очень красивая. Вообще-то, во время полета над Южной Америкой там была ночь. Самая темная ночь. И Гагарин ничего не мог видеть, потому что, когда он был над Бразилией, там было 3 часа ночи. На Чили – 2 часа. Там была кромешная тьма. Гагарин врал. На пресс-конференции Гагарина также спрашивали, когда будут опубликованы фотографии, которые он делал в полете. Ответ всех ошеломил. На космическом корабле не было фотоаппарата, поэтому я не сделал никаких фотографий. На самом деле, это сложно комментировать. Да и вообще, отсутствие документальных кадров данного события кажется нонсенсом. На Байконуре ведь был целый отдел кино и фоторабот, которым руководил подполковник Фокин. И в итоге получилось, что первый снимок Земли из космоса сделал второй советский космонавт Герман Титов, полет которого к звездам не вызывает столько вопросов, сколько так называемый полет Юрия Гагарина. В целом, хочется еще раз повторить. Маниакальное желание Хрущева любой ценой перегнать Америку висело домокловым мечом над специалистами советской космической программы. В спешке многое не удавалось делать должным образом. В основном надеялись на извечная русская авось. В этой связи характерный пример. В случае пожара на старте космонавту приходилось бы катапультироваться, что называется, с Земли. Была придумана супернадежная, в кавычках, система аварийного спасения. В духе всей каструбатой советской космической программы тех лет. На деле системой аварийного спасения были четыре здоровенных парня, сидевших в укрытии вблизи старта с большой нейлоновой сеткой в руках. В случае аварии они должны были выскочить наружу, растянуть сетку и поймать в нее космонавта. Комментарии излишни. На старте Юрия Гагарина было множество проблем, включая перебои со связью и незакрывающийся люк. Логично было бы отложить старт до окончательного выяснения причин неполадок и их полного устранения. Но этого делать было нельзя. Партия ждала рапорта о победе над американцами в космической гонке. Скорее всего, неполадки на самом деле были более серьезными и их не удалось устранить так быстро. В этом случае запускать Восток с Гагариным на борту было бы слишком рискованно. Но совсем не из-за опасений за жизнь космонавта, а потому что задача стояла вернуть его на Землю живым. Что же оказалось самым логичным решением? А вот что. Космический корабль «Восток» улетел на орбиту Земли без Юрия Гагарина. Да-да-да, именно так. Его потом просто сбросили на парашюте вместо приземления спускаемого аппарата. Эта версия объясняет многое. Все нестыковки и несуразности. А также уверенность ТАСС в заведомо удачном завершении полета и необходимость скрывать поначалу факт приземления космонавта на парашюте. В октябре 1964-го Хрущев был освобожден от всех обязанностей. В январе 1966-го умер Королев. Гагарин потерял своих покровителей и оказался не очень удобен новой власти. Говорят, что на каком-то банкете Юрий Гагарин сказал «До сих пор не пойму, кто я – первый человек или последняя собака». Произнесенные сочли за шутку, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Срыв произошел 15 ноября 1967-го года. Американцы, снимавшие фильм «Советы в космосе», очень удивились тому, что АС Гагарин летает в учебном самолете и полезли с расспросами. Тут, может быть, впервые в жизни Гагарин поступил невежливо, молча раздвинул руками толпу, сел в машину и уехал. В одну из заграничных поездок Леонид Ильич взял Гагарина с собой. Естественно, все внимание было отдано первому космонавту. Брежнева тогда это сильно оскорбило. Есть предположение, что коммунистических чиновников смущало также пьянство Гагарина. Например, известен случай в Крыму, когда, будучи на веселе, он заперся в комнате с медсестрой, а после того, как его жена постучала в дверь, выпрыгнул с балкона и разбил лицо. Гибель Гагарина еще более загадочна, чем его полет в космос. Есть версия, что космонавта стало трудно контролировать, он позволял себе говорить лишнее, и поэтому его решили убрать. Но что такого лишнего он мог сказать? Правду о том, что он никуда не летал? Мать Гагарина, Анна Тимофеевна, еще долгое время после гибели Юрия говорила о том, что ее сына убил брежневский режим. На самом деле история с первым советским космонавтом во многом показательна. Это пример того, как московский режим использует людей, а потом с особым цинизмом избавляется от них. «Родина тебя бросит, сынок, всегда». Эта фраза Аркадия Бабченко как нельзя лучше подходит к этому случаю. Да и не только к нему. Юрий Гагарин, этот улыбчивый и доверчивый парень из простой крестьянской семьи, стал заложником чудовищных обстоятельств и сообщником космических лжецов советского режима. По-другому эти события трактовать невозможно в силу всего вышеперечисленного. Впрочем, на этом тема совсем не исчерпывается и к ней стоит еще обязательно вернуться, потому что вопросов пока еще больше, чем ответов. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!